В Нижегородском художественном музее, расположенном в доме Сироткина на верхней Волжской набережной 3, открывается уже вторая выставка «Платье с историей». Каждый из 32 нарядов готов рассказать кое-что о себе. Выставка создана Центром 800 к юбилею Нижнего Новгорода. Экспозиция, по мнению организаторов, возродит интерес к культурному и историческому наследию города. Идея выставки принадлежит известным Нижегородкам. Среди коллекции западноевропейского искусства в трех залах на втором этаже музейного пространства красуются самодостаточные наряды. В первом зале исторические платья. Одно принадлежало Надежде Ламановой, модельеру, художнице театрального костюма, которая стояла у истоков российской моды прошлого века. Кстати, родилась Ламанова в селе Шутилово Нижегородской области. Соседствуют с платьем модельера экспонаты из коллекции фотографа Андрея Карелина и бархатная ротонда семьи Татьяны Виноградовой, профессора кафедры ЮНЕСКО и Нангасу, кандидата технических наук. История этой накидки неизвестна. Есть только предположение, что вещь была создана в последний третий девятнадцатого века. Принадлежала бабушке Татьяны Виноградовой и бережно хранилась в сундуке. Я иногда просто, знаете, накидывала ее на себя, когда были мои приятели. Так мы просто, ну, интересовались этим. Вы знаете, какой-то бархат очень нежный, шелк подкладки, вот этот стеклярус, муар с отделкой, да, она действительно очень красивая. Ротонда восхитила историка моды, искусствоведа и театрального художника Александра Васильева. В соседнем, втором зале, платье выдающихся нижегородок, наших современец. Самошитое ромашковое поле принадлежало Надежде Белик, легендарному директору Дворца детского творчества имени Чкалова. Платье из более чем пяти тысяч пуговиц дала на выставку Ольга Рыхлова-Парле, дизайнер. В центре зала венчальное платье Екатерины Никитиной. Екатерина Сергеевна, она является таким патроном этой выставки, и мы вместе с ней тоже работали над частью экспозиции. Есть платье, которое мы ждали очень на выставку, и готовы были ехать за ними куда угодно. О каждом из этих платьев можно рассказывать прям часами. В этом же зале находится наряд, в котором мама Нины Зверевой встречала 90-летний юбилей. Сложные чувства на этой выставке. Во-первых, я думаю, что платье, реальное платье, сшитое людьми, которые полюбили другие люди, это тоже экспонаты для художественного музея. Потому что, во-первых, это очень красиво. А во-вторых, платье вместе с обладателем создает уже образ. И это очень важно, что это здесь. Надежда, это замечательный поговорок про то, что за каждого велики мужчины стоит великая женщина, а здесь великие женщины представлены сами по себе. Выставка полезна для того, чтобы изучать и светское общество разных веков, и работу мастеров разного времени, ну и, конечно, человеческие истории. В третьем зале платье известных женщин России из шоу-бизнеса, искусства и других сфер. Вот работа Ульяна Сергеенко, которую передала Наталья Водянова. Три наряда – Ларисы Вербицкой, Екатерины Андреевой и Валентины Толкуновой – на выставку передал Александр Васильев. Все вещи, которые представлены здесь, не имеют никакого отношения к повседневности. В них нет того, что вы найдете в массовой продаже, в переходе под землей или, возможно, в вашем гардеробе. Каждое платье создано художником, часто кутюрье, часто высоким кутюрье. Маленькое красное платье принадлежит Оксане Михеевой – режиссеру, сценаристу и продюсеру кинофестиваля «Горький фест». В этом платье я была на церемонии закрытия короткометражной программы в кинофестивале «Кинотавр» в 2016 году. И впервые, я не первый раз участвовала в фестивале, но впервые была отмечена моя работа «Скакдоллар.джи». На радостях, в общем, пока ходила с этими дипломами, получала поздравления и порвала каблуком, в сеточку порвала каблуком платье. И с тех пор у меня были мысли его отремонтировать, думаю, может быть, снова его куда-то надеть, но почему-то рука не поднималась. Платье сохранило боевые ранения кинотавра. И честную историю – познакомиться с этим и другими нарядами можно во вторник и среду с 10 до 18.00, в четверг с 12 до 20 часов, в пятницу, субботу и воскресенье с 11 до 7 часов вечера, в понедельник у музея выходной, 8 марта воспримут в гости с 10 до 18 часов. Каждая нижегородка может рассказать историю своего платья. Нужно выложить фотографию в Инстаграм, презентовать свой наряд и добавить хэштег «Платье с историей» нижнее подчеркивание нижний 800. Три победительницы будут выбраны в Международный женский день. Им подарят платья, ювелирные изделия и туфли. Выставка будет работать до 8 марта включительно. Первыми увидели красоту образов Александр Шеломцев, Владимир Гайдай. Время новостей.